Всем привет! Меня зовут Оля и вы на моем канале. Сегодня у нас будет такое небольшое видео, наверное оно больше пойдет в плейлист бьюти. Хотя, как такового бьюти здесь не будет. Здесь мы с вами вместе распакуем адвент календарь от компании, от бренда H&M. Я этот календарь купила в Чехии, когда мы с Яночкой ездили на осенний каникул. Кстати, если вы еще не смотрели видео про то, как мы провели осенний каникул в Чехии, в городе Бруно, то советую посмотреть. Ссылочки где-нибудь сейчас здесь появятся, либо там, либо там. Так что переходите потом и посмотрите. А я хочу вместе с вами открыть этот календарь и посмотреть, что же туда положили. Давайте не будем терять время. Поставим лайк и начнем открывать. Ну что, я предлагаю начать с того, что просто посмотрим, как же он выглядит. Я уже сняла с него пленочку, в которую он был обернут, потому что уж сильно отсвечивала при съемке. Хотя, все равно, смотрите, как эти перламутровые новогодние шарики тоже переливаются и отсвечивают. Я думаю, такой подарок понравится любой девушке, особенно если она любит косметику и такие сюрпризы предрождественские. Итак, что у нас здесь? У нас с вами 24 окошечка. То есть, если делать все честно, то можно начинать открывать 1 декабря. 24 декабря вы достанете последний сюрприз из этой коробочки. И 25 на Рождество, особенно если вы католик и это ваше Рождество, вы можете сразу же сделать шикарный макияж продуктами только этой косметики, этого бренда. На обратной стороне у нас, на самом деле, сюрприза нет. Здесь все расписано, что в каком окошке находится и из чего все это состоит. То есть, вы можете и состав посмотреть, да. Ну, есть люди, которые очень изучают всегда состав, для них это очень важно. Поэтому здесь вы такую информацию найдете без проблем. Все, у меня чешутся руки, быстрее открывать. Давайте я начну открывать и буду показывать, что в каком окошке есть. Так, давайте будем открывать. Первое окошечко я уже открыла. И здесь нас ждет вот такая маленькая миниатюрка блеска для губ. Ищем где у нас номер 2. Вот, поехали, открываем. Ух ты, это, по-моему, помада. Вот то, что я люблю, такой абсолютный нюд. С таким розовым потоном. Там матовая помада, блеска не дает. Но вот именно цвет, то, что мне нравится. Люблю такие. Ищем номер 3. Ай. Еще один блеск для губ. Вытаскиваю. Какой он блестящий. Вы посмотрите, он весь состоит из таких блесточек. Он сам розовенький, а внутри такие, знаете, холодные блесточки с сиреневым потоном, я бы сказала. Очень люблю. Это мои оттенки. Он такой придает холодинку. На руке почти не видно. Это надо красить на губы, потому что он, видите, он практически прозрачный. Но блеск очень красивый. Ух ты, а что это? А это, ребята, блестки для лица и тела. В моем детстве, я когда была маленькая, я помню, это было очень актуально. Продавались такие баночки с таким как кремом из блесток. И вот мы уже мазюкались с сестрой на все утренники. На лицо, на шею, везде. В общем, потом, когда спали, у нас вся кровать была в блестках. В общем, это из той же самой серии. Замечательная вещь на Новый год для новогоднего макияжа. По-моему, классно. Можно вместо хайлайтера чуть-чуть нанести. На скулы будет красиво. Я попробую. 5 декабря. День моего рождения. Что же в этот день мне хочет подарить? Хашин Дэм. Бам-бам. Оба-на. Ай-яй-яй. Вы посмотрите. Не, вы видите, какая она яркая. Для меня вот это очень неожиданно. Это немножечко не то, к чему я привыкла в своей косметичке. Но экспериментировать тоже люблю. Поэтому попробую. О, самое большое окошко, по-моему, да? Через 3 декабря пойдем к 6. Серый такой металлик. Очень красивый цвет. Посмотрите, какие они насыщенные. Это такие мои оттенки. Многие люди таких оттенков боятся. И пользуются ими исключительно, когда делают вечерний макияж. Я же такими тенями могу смело пользоваться и днем. И, наверное, потому что у меня очки, которые прикрывают какую-то яркость макияжа, да? У меня смотрится достаточно нормально это даже в качестве дневного макияжа. Я 100% буду пользоваться этими тенями, потому что я очень люблю вот такие холодные серые металлические оттеночки. Здесь у нас уже такие светлые тени. Немножечко также с блеском. В отличие вот от серых, блеск такой достаточно легкий. Замечательно пойдет под бровь. Ой, слушайте, как хорошо и растушевывается хорошо, и пигментация такая хорошая. Мне нравится. То есть под бровь, в уголок глаза я с удовольствием такой оттенок буду добавлять. И, в принципе, мне нравится сочетание. Посмотрим, что ждет нас дальше. Итак, под номером 8 у нас еще один блеск для губ. И тоже очень красивый, очень переливается розовый цвет. Здесь он уже не такой прозрачный, потому что, видите, этот хоть тоже с розовинкой, но он прозрачный. Здесь, когда наносишь, больше именно блеска останется. А здесь уже есть определенный, мы видим, розовый тон. И очень-очень много красивых таких блестящих розово-сиреневых блесточек. Очень нежный такой оттенок, нежное мерцание. Супер! Сто процентов буду пробовать. Смотрите, еще одна красная помада. Это такая, видите, совсем винная, даже с таким, я бы больше сказала, бордовым уже оттенком. А это более вот именно алая, красная. Я знаю, что очень многие люди ищут цвет вот такой насыщенный, яркий, красный. И обычно очень тяжело в косметике найти именно вот такой оттенок красного. Имейте в виду, если что, вот, красный оттенок есть в косметике Hush&M. Смотрите. Такой для женщины вам. Накрашусь черными тенями и вот этой помадой, и все, меня никто не узнает. Итак, десятое число. У нас блеск для губ. И не кофейный, и не розовый, а что-то между того. Он абсолютно идет здесь без какого-либо блеска. Скорее всего, будет просто аккуратненько придавать такой натуральный нюдовый цвет на губах. На каждый день для макияжа, по-моему, здорово. Номер одиннадцать. Еще одна помада. На этот раз тоже такая абсолютно нюдовая. Очень приятный цвет. Вот я люблю, знаете, такие, что касается именно помад, блесков для губ. Я люблю максимально натуральные оттенки. Здесь не столько я вам сводчи планировала показать, сколько просто вместе с вами открыть этот календарик. Итак, мы с вами, какой бы мы с вами номер открыли? О, двенадцатое что-то большое у нас. Здесь что-то похожее на румяна. Причем очень тоже красивого оттенка. Дайте гляну. Смотрите, вот по цвету, да, я уверена была, что это румяна. И, в принципе, мне и кажется, что их как румяна и надо наносить. Они достаточно, вот, натуральный такой оттенок. Очень приятный, хорошо растушевывается. Но на этой баночке написано, что это тени. Как тени я бы их побоялась наносить, потому что он уж слишком для меня, мне кажется, такой красный патон идет, да, розовый такой. Ну, я бы побоялась, чтобы не сделать глаза заплаканными. Любимое мое число 13. Что же нас ждет под этим номером? Ура! Мой любимый косметический продукт. И это хайлайтер. Ребят, я обожаю хайлайтеры. Для меня это просто сказка. И я обожаю хайлайтеры именно бренда Hush & Demo Skin, потому что это тот хайлайтер, который видно из космоса, но при этом он не пошлый, он не вульгарный. Он действительно всегда нежный. Очень такой красивый, он дает, знаете, вот естественное сияние кожи. Супер! Ура! Очень рада! И под номером 13. Вы видите, как мне повезет с этим числом? Самый любимый продукт именно под моим любимым номером оказался. Под номером 14 у нас большое окошко. Слушайте, как мне тут вам этот оттенок передать? Он такой, знаете, он такой натуральный. Я бы даже назвала цвет шампани. Немного в бронзу как бы он уходит. Но очень приятный цвет, очень хорошая пигментация. Немного с блеском. Супер! Мне нравится. Мне очень нравится. И под номером 15 у нас бальзам для губ. Так просто и написано, бальзам для губ. Посмотрите, какой красивый, благородный оттенок. Ну вот насчет с них, скажу честно, абсолютно все мои оттенки. Ну вот за исключением вот этого, потому что вот этот я как тени побаиваюсь. Хотя попробую. Попробую, посмотрю, что получится. Но вот все до этого, что к нам, да, что вот здесь было. Ну посмотрите, какая это красота. Вообще просто. Все они с таким очень ненавязчивым мерцанием. Очень легкий шиммер здесь. Очень хорошо пигментированный. Очень приятный. Продукта здесь 3 грамма. Но в принципе, я считаю, этого достаточно. Я не знаю, насколько вам видно, но здесь как будто бы вот все серебро, которое было, вот оно здесь все переплавленное, растворенное в этой баночке. Это блеск для волос. Слышите, здорово. Я такое еще не пробовала. Но может на Новый год есть смысл попробовать. Новый год впереди. Надо блистать. 18. Это вот такие тени. На каждый день оттенок. Очень нежный. Тоже немножечко с шиммером, с таким, с блеском. Здорово. Мне нравится. И под номером 19 у нас с вами еще один хайлайтер. Только если этот такой более аккуратненький, более деликатный, здесь очень мелкий блеск. Он такой даст именно сияние, как я вам говорила, кожи изнутри. То здесь прямо вот видно, можно рассмотреть каждую вот эту вот блесточку, которая в нем содержится. То есть это более на такие вечерние макияжи, более насыщенные, яркие, чтобы вот действительно блистать и быть звездой вечера. Номер 20. Еще одна помада. Я так редко пользуюсь помадами, что я их практически не покупаю, но буду этими пользоваться. Ну, такой достаточно натуральный оттенок, но приятный, приятный. Номер 21. И у нас здесь такие насыщенные тени. Такой насыщенный, коричневый, с сливовым, я бы сказала, потоном даже, такой оттенок. Здесь уже я блеска не вижу. Здесь абсолютно матовые тени, но очень-очень красивые. Смотрите, как они пигментированы вообще. Ну, тушуются хорошо. Под номером 22 у нас еще один бальзам для губ. Еще одна помада. И опять вы посмотрите, какого насыщенного она оттенка. Экспериментов у меня будет, наверное, много с этим календарем. И мы подошли к 24 числу. Насладимся моментом и откроем. Ух ты! Ребят, вы это видите? Вы когда-нибудь видели столько блеска? Ребят, это нечто. Он полностью состоит просто из блеска. Днем, конечно, я бы не рискнула такие тени нанести. Но вечерний макияж, макияж новогодний, это да, это супер. Давайте сейчас подведем итог, что же у нас было в этом календаре. В итоге у нас с вами получилось 8 оттенков теней, 6 помад, достаточно ярких, то есть 3 ярких и 3 таких нюдовых, 2 бальзама для губ увлажняющих, 4 блеска для губ, 2 хайлайтера, один более нежный, деликатный, второй более яркий, мерцающий. И также вон там сверху блеск для волос и блеск для тела и лица. Ну, по-моему, здоровский набор. Напишите в комментариях, насколько вам понравился. На самом деле, очень приятные здесь оттенки. И я могу точно сказать, что практически всеми продуктами, вот за исключением 3 ярких помад, я точно буду пользоваться. Вот эти 3 помады меня немножечко смущают. Но тоже попробую. Тоже попробую, потому что иногда надо экспериментировать, потому что без этого вы никогда не поймете, что вам идет, а что не идет. Смотрите, практически готовая косметичка. Вам сюда добавить только тушь, карандаш для бровей, тональник, если вы им пользуетесь, или бибикрем, и все, и у вас готовая косметичка. Ну вот мы с вами и распаковали адвент календарь от компании H&M. Скажу честно, я очень довольна. Конечно, я еще это ничего не попробовала, и мне сложно рассказать о качестве продукции, но еще раз повторюсь, я ранее пробовала продукцию, декоративную, да, косметику от компании H&M, и я всегда была довольна. Это видео я снимала не как бьюти-блогер, потому что бьюти-блогер, наверное, больше должен показывать сводчи, и рассказывать там, из чего состоит, и какие там текстуры, и дальше как наносить. Нет, здесь я вам рассказывала просто как Оля Жвавая, которой было интересно открыть этот календарь, и показать, что же там внутри. Возможно, кто-то из вас видел эти календари в продаже и задумался, покупать или нет, ведь там неизвестно, что находится. Теперь вы посмотрели это видео, и вы знаете, что там находится, и каких оттенков, в каком количестве. Как вариант подарка, имейте в виду, календарь от H&M. Если в вашем городе есть такие магазины, потому что в Беларуси их, к сожалению, нету, то можете заходить и покупать как для себя, так и в качестве замечательного подарка, комплимента своим близким, родным, а также подружкам. Спасибо большое, что были со мной, что посмотрели это видео. Я буду очень вам признательна за лайки, потому что такого формата видео я снимаю вообще впервые, и я очень старалась вам рассказать как можно более подробно обо всем, что здесь есть. Поэтому буду очень-очень благодарна вашей поддержке. Пишите в комментарии, понравилась ли вам эта продукция, то, что я достала из календаря, что больше всего вам понравилось, что вас вот именно зацепило, и пойдете ли вы покупать такой календарь в подарок себе, либо близким. Договорились? Буду ждать ваши комментарии под видео. Все, я вас очень люблю, готовьтесь к праздникам, пусть у вас все время будет хорошее предновогоднее праздничное настроение, которое никто и ничто не омрачит. Скоро с вами опять увидимся, с вами была Оля, я вас очень сильно люблю. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok